всем привет меня зовут дина это вторая часть видео по вязанию плюшевого розового фламинго в этом видео я покажу как вязать крылышки клювик и ножки список необходимых инструментов и материалов вы найдете в описании под видео ну что давайте продолжим а теперь давайте свяжем крылья фламинго вяжутся они поворотными рядами делаем 4 воздушные петли 1 2 3 4 затем во вторую петлю от крючка набираем 3 столбика без накида 1 2 и 3 делаем воздушную петельку или петля подъем она называется деталь поворачиваем затем делаем одну прибавку прибавка затем один столбик и еще одна прибавка в конце главное не запутаться так затем снова 1 воздушная петелька повернули снова делаем вначале прибавку затем три столбика без накида так 1 1 2 3 и и в последнюю петельку прибавка снова делаем воздушную петлю поворачиваем затем в начале ряда снова прибавка затем 1 2 3 4 столбика снова прибавка 1 1 2 1 воздушная петелька поворот вяжем до конца ряда 1 2 3 3 4 5 6 7 и 8 8 провязали снова делаем 1 воздушную петлю поворачиваем и теперь нам нужно будет сделать вот такие небольшие элементы три элемента значит делаем накид это будут столбики с накидом вставляем во вторую петлю от крючка вставляем крючок провязываем 1 столбик с одним накидом снова делаем накид в эту же петлю вставляем крючок и то же самое повторяем и brief провязали с накидом mike это получается как прибавка только три столбика в одну петельку с одним накидом и и еще раз третий раз вот такая вот волна первая получилась дальше мы делаем соединительный столбик провязали снова делаем накид в следующую петлю также провязываем 3 столбика с одним накидом первый столбик второй столбик и 3 снова сделали соединитель так и тут вот соединительный столбик и опять делаем накид следующую петлю провязываем также 3 столбика с одним накидом 2 3 и вот сюда в конец соединительный столбик вот такая у нас как бы рюшечка что ли получается видите и получается мы будем делать перья ну вот вот этих местах между ними так начинаем делать перья делаем воздушную петельку повернули и давайте сделаем еще одну соединительную петлю и вот отсюда будут идти перья делаем 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 в обратном направлении вяжем 1 2 3 4 5 это первое будет первое перышко она небольшое так сделаем сюда соединительный столбик и еще один и теперь добавим черного черный цвет присоединяем ниточку так и уже вяжем черным цветом настоящего фламинго несколько перышек черные поэтому 1 2 3 4 5 6 можно сделать 7 чтобы чуть чуть больше было следующие перышко и также в обратном направлении можно делать столбики без накида можно соединительные делать здесь как вам захочется я сделаю два перышко черных если хотите можете сделать побольше можете сделать одно мне кажется два тут вполне достаточно будет так здесь подтянули тут подтянули вытянули так следующий розовый вяжем розовая перышко захватываем два и таких перышко нужно будет сделать 6 опять же смотрите сами можете побольше сделать если хотите так делаю соединительный столбик и еще один столбик и провязываю 1 2 3 4 5 6 7 также быть в обратном направлении еду в обратную сторону не еду так снова делаю соединительный и присоединяю черный цвет и еще одно перо 1 2 3 4 5 6 7 пусть будет 7 здесь делаю соединительными столбиками так 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 и теперь и теперь и теперь снова розовым и 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 отрезать 1 2 3 4 5 и осталось еще одно перышко также делаю соединительные столбики последние так и чтобы нам не обрезать ниточку просто по этому краю с этой стороны нужно будет провязать можно также соединительными столбиками можно столбиками без накида как раз закроется вот этот кудрявый край где у нас были воздушные петельки то есть нам получается нужно провязать до хвостика обвязку такую делать так обрезаем и эти хвостики можно связать потом для удобства и их будем привязывать к телу так и вот эти хвостики черные тоже надо будет между собой связать просто вот тут продеваю хвостики сюда поближе чтобы их закрепить вместе и связываю ниточку обрезаю вот такая крошка получилось еще одно я связала такой же схеме и мы будем потом пришивать вот это вот вот сюда вот здесь зафиксируем и здесь пришьем и будет красота милота с одной стороны и с другой клювик теперь нам нужно будет связать клювик вяжется он очень просто делаем 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 и в обратном направлении ой секундочку провязываем столбики без накида 1 2 3 4 5 так все клюв готов обрезаем и вот эти хвостики завязываем такой клювик получился и он у нас будет вот сюда вот так пришит вот таким образом начинаю вязать ножки фламинго я беру крючок два с половиной миллиметра хлопковая пряжа розовая делаю кольцо амигуруми вот таким образом и затем набираю 7 столбиков без накида в кольцо 1 затянули и затянули и провязываю 9 рядов по 7 столбиков без накида то есть по кругу без изменений 9 рядов я провязала затем нам нужно сделать расширение это как будто бы будет у нас коленочка вяжем так здесь у нас и 7 петелек в начале ряда вяжем прибавку можно поставить маркер чтобы не запутаться прибавка затем два столбика прибавка 1 2 прибавка это первый раз 1 2 прибавка второй раз в этом ряду должно получиться 10 столбиков их мы провяжем в следующем ряду по кругу без изменений значит сейчас вяжем 10 столбиков по кругу 10 провязали следующий ряд вяжем 1 убавка в начале ряда так убавка маркер ой маркер поставили два столбика один два убавка и еще раз один два убавка вяжем снова у нас получилось 7 столбиков и мы продолжаем вязать нашу ножку сейчас я провяжу и скажу сколько у меня получилось рядов а получилось у меня точно так же 9 рядов от коленки и вверх маркер можно убрать деталь складываем пополам и провязываем 1 2 и соединительный столбик ниточку обрезаем вот такая ножка у нас получилось тут маркер стоял петелька вылезла вот так вторую деталь нужно будет провязать точно так же проверим вашим